Пока человек находится в двойственности, пока человек находится в дуальности, что есть я и другой, есть мужчина, женщина, это деление основа страдания. То есть ключ всегда, первый ключ, ключ исцеления, это быть целым. Соответственно, я могу предложить, я могу, естественно, это транслировать, выбор за вами. Я не настаиваю, вы можете что-то взять, что-то не брать из того, что я говорю, вы можете как бы просто применять какие-то советы. Но если вы хотите большую результативность, если вы хотите, чтобы действительно это помогло, сработало и вы увидели итог, то максимально нужно использовать те ключи, которые я сейчас буду давать. Итак, изначально боговость, как угодно назовите, истинная природа бытия, она неделима, она не имеет противовесов, она не имеет противоположностей и, соответственно, она не имеет борьбы. То есть это природа одинности, одинности сознания. И это сущностная составляющая человека. Но когда человек попадает в данную реальность, которая является сном, наверняка вы уже это слышали, читали, видели в роликах, которые публикуются, что человек, благодаря информационному вирусу, он обрастает таким мнением, согласием внутренним, тем, что есть вот это деление. Я и бог, я и другие, мужчина, женщина, подсидите. Я не говорю, что в матричной жизни этого нет. Есть, безусловно. Но здесь, понимаете, есть такой очень важный принцип. Вы сначала действительно должны немного ощутить, где вы находитесь. Вы чувствуете, что ведь по большому счету только есть вы сами у себя. Где ваше дыхание, где ваш голос, где ваше присутствие. Да, вы видите других людей, вы не можете зайти в их тело, вы не можете вместо них подышать, они не могут вместо вас. То есть по большому счету как складывается жизнь. Вы центр реальности, и вокруг вас что-то происходит. И это и есть, в принципе, показатель того, что вы ось, вы сила, все остальное отражение. Самый главный момент, который вы должны сейчас учитывать, данная реальность – это принцип резонанса. То есть все резонирует, все имеет отражательный эффект. И все, что вы имеете, не случайно. Не потому, что я хочу вас как-то обидеть, разочаровать, или наоборот. Скорее воодушевительно, скорее наоборот, придать энергии и силы в том, что ключ всегда в себе самом, сила всегда в себе самом. Все, что вы видите вокруг, к сожалению, отражение. Или к счастью тоже. Продолжение следует... Продолжение следует...